История соседней страны, которая пережила три серьезных войны. Помните? Афганскую и две чеченские. А я о России, да. Уже несколько поколений мужчин живут только войной. Она в культ возведена во многих регионах. И вот из Ставропольского края Данил Русаков. Я нажал, и вот такая ямка будет полдня стоять. Ветеран-афганец, инвалид первой группы, Алексей Милостивый, спецсидя и ходит с трудом. Расстраиваюсь часто. Чем? Тем. Вот, будем хоронить, вернее, уже похоронили, будем, значит, оборудовать, ставить памятник нашему товарищу Лапину Геннадию. В семье воина-афганца есть еще один инвалид. Его родная мать пострадала, она, правда, на другой войне, Второй мировой. Однако о боевых действиях, причинивших столько страданий, здесь принято вспоминать с особым чувством гордости. Ну, мне кажется, мой папа герой. Мне кажется, что он молодец. То, что защищал нашу родину от нашего врага. О каких именно врагах идет речь, не уточняется. Папины медали дочь много раз видела. Алексей Милостив их хранит прямо возле кресла, на котором, по сути, живет и спит. Тема войны для небольшого промышленного города на Ставрополье Невиномыска особенно актуальна в последние 10 лет. Отсюда и до границы с Чеченской республикой всего-то каких-то 150 километров. Многие местные жители прошли через боевые действия и домой вернулись инвалидами. И не только в физическом смысле, и целые микрорайоны, в которые заселяли бывших солдат. Во дворе одного из таких домов местные жители часто видят участника чеченской компании Александра Познякова. Вот это моя психушная справка. Как-то во время разруски снарядов разорвался снаряд неподалеку. Чем меня зацепило? Я не знаю. Осколком или камушком. Ну, в общем, ударило по голове. Я потерял сознание на какое-то время. В квартиру Александр посторонних не пускает. Местные жители мужчину часто видят возле этой помойки. Кадры любительской съемки. Капитан в звании, тоже участник боевых действий в Чечне, Олег Сайко, вышел на одиночный пикет к местной администрации. На нем призывы остановить произвол за свою гражданскую активность. Его как-то даже под конвоем доставили в психдиспансер. И полиция не возбуждает уголовного дела. Даже, понимаете, самое страшное, что в этом вопросе? Нарушение прав человека и свободы. Плакат до сих пор цел. Теперь это часть семейного архива. За право снять диагноз параноидальная шизофрения. Олег Сайко продолжает бороться до сих пор. География протеста обширная. Она выходит за пределы невиномыска. По социальным вопросам, как военный кадровый офицер, инвалид войны, я пикетировал на Красной площади 8,5 лет. На территории, прилегающей к резиденции президента Российской Федерации. Так как мое ведомство подчиняется президенту. Федеральный агент сопротивленной связи при президенте, которая не выполняла там решения суда, ряд решений военных судов, и не предоставляла мне жилье. Боевой опыт для всех этих людей – страница жизни. Жизнь на гражданке – худшее испытание. Может, потому, что не смогли адаптироваться к мирной жизни. А может, потому, что оказались никому не нужны. Из Ставропольского края России Данил Русаков, Олег Неведомский. Подробности недели – телеканал Интер.